Добро пожаловать на наш канал! Сегодня вы узнаете, почему на праздник Святой Параскевы 27 октября запрещено заниматься рукоделием и менять прическу. С чем связаны эти запреты и как они могут повлиять на вашу удачу и благополучие? Откроем вам удивительные факты, раскроем тайны, которые не так известны, но могут существенно повлиять на вашу жизнь. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, что можно и нужно делать в этот день для привлечения позитивной энергии. Поддержите это видео лайков, а лайкам, а в комментарии напишите «Я ваше полное имя привлекаю в свою жизнь удачу, гармонию, изобилие и достаток». Истина, да будет так! 27 октября Православная Церковь чтит память святой великомученицы Параскевы, женщины, чья жизнь и духовные подвиги оставили глубокий след в сердцах верующих. Параскева жила в XI веке в небольшом селении на берегу Мраморного моря, где ее семья с ранних лет прививала ей веру и тягу к духовной жизни. Еще, будучи совсем юной, она начала выделяться среди сверстников своей глубокой верой, непреклонностью и удивительной аскетичностью. Когда родители Параскевы скончались, оставив ей наследство, она приняла решение, которое удивило многих. Она отказалась от земного богатства и раздала все свое имущество нуждающимся. Для Параскевы богатство и комфорт не были значимыми, ведь ее стремление к духовному росту и единению с Богом перевешивало любые земные блага. Став наследницей внушительного состояния, она могла бы устроить себе жизнь, полную покоя и изобилия. Но вместе этого выбрала путь отречения и служения. Оставив все, Параскева ушла в Константинопольский монастырь, где приняла пастри и начала путь строгого монашества. Но и монастырь со временем стал казаться ей слишком шумным и суетливым. Параскева искала уединения и глубокого погружения в молитву, поэтому решила уйти в Иорданскую долину. Там она стала отшельницей, проводя долгие годы в полном одиночестве, посвящая свое время строгому басту, молитве и размышлениям. В Иорданской долине ей приходилось сталкиваться с суровыми условиями, но это только укрепляло ее веру и душу. Это было время, когда ее духовные подвиги достигли своего пика, и ее единственной поддержкой была молитва. В те долгие годы она все более углублялась в служение, отдаляясь от мира и вбирая в себя дух истинного монашества. Когда Параскева почувствовала приближение своей кончины, она решила вернуться на родину. Однако никто не узнал ее, ведь она жила как странница, не называя своего имени и не раскрывая своей истории. Вскоре после ее смерти ее похоронили как неизвестную, без почестей и славы, без надгробий и имени. Она покинула этот мир тихо, так же, как и жила, оставив лишь небольшую могилу. Но судьба распорядилась иначе. Спустя некоторое время ее могила стала местом удивительных явлений. Люди, приходившие туда, рассказывали, что начинали исцеляться от своих болезней, а те, кто находился в беде, ощущали невидимую помощь и поддержку. Все больше людей посещали это место, и весть о чудесах, творимых по молитвам, у могилы Параскеви распространилась по округе. Позже ее мощи перенесли в один из храмов, где их чтят и сегодня, как святыню. Начисленные паломники стекались к ее мощам, находя в них исцеление, утешение и духовное вдохновение. Святая Параскева стала символом безграничной веры и милосердия. Ее жизни и подвиги вдохновляют и укрепляют верующих по сей день. 27 октября во всех православных храмах читаются молитвы, посвященные Святой Параскеве. В эти моменты церковь вспоминает ее удивительную жизнь и ее подвиги, ее силу веру и самоотверженность. Она пример для всех, кто стремится к духовному пути. Ее история – напоминание о том, что настоящий свет и сила рождаются в глубине души, вдали от суеты и мирского богатства. Праздник Параскевы-Грязнухи, отмечаемый в народном календаре 27 октября, укоренен глубокой народной традицией, связан с образом великой святой великомученицы Параскевы, покровительницы женщин и хранительницы семейного очага. Название праздника Параскева-Грязнуха отражает осеннее время, когда, по народным поверьям, дороги становились непроходимыми из-за проливной дождей и грязи. В этот день часто царила ненастная погода, унылая серая атмосфера, но люди верили, что молитвы Святой Параскеве способны укрепить дух и принести благополучие в дом. Параскева-Грязнуха – это день, когда природа показывала свою осеннюю суровость. Крестьяне знали, что в это время дороги превращаются в месиво, что создает трудности для любых передвижений. Сырые грязные дороги, унылая осенняя сырость как бы сами по себе просили остановиться, замедлиться, задуматься о спокойной жизни и приготовиться к зиме. Несмотря на сырость и ненастье в этот день по традиции, женщины оставляли домашние заботы и отправлялись в храм. Святая Параскева считалась их заступницей. 27 октября стало днем, когда женщины могли искренне поговорить с ней, рассказать о ей своих бедах и нуждах, попросить помощи в делах, ведь Параскева считалась покровительницей всех женских трудов. Этот праздник, конечно же, в народе носил множество названий. В зависимости от региона, его могли называть как Параскева, Грязниха, Льяница или Трепальница. Названия отражали особенности местного быта и традиций. В одном месте в этот день начинали трепать лен, готовясь к зимнему рукоделию, в другом устраивали особые обряды на удачу и плодородие. Одним из традиционных ритуалов была варка пшеничной каши, приправленной маслом. Простое и сытное блюдо – символ удачи и изобилия. Женщины готовили кашу и верили, что она приносит в дом благополучие, а каждый съеденный кусок укрепляет здоровье и привлекает удачу. В этот день следовало проявлять щедрость. Одним из обязательных обрядов было оказание помощи бедным. Согласно традиции, следовало угощать едой, давать деньги или теплые вещи тем, кто был в нужде. Важно было не только дать пищу или одежду, но и сделать это с чистым сердцем, от всей души, ведь Пороскева ценила искреннюю заботу о других. Каждый человек, переступивший порог дома, считался гостем, а значит, его следовало поприветствовать и накормить. Люди верили, что такие поступки умилостивят святых и привлекут в дом благословения. На Руси говорили, на грязнуху не бывает сухо. Праздник святой Пороскевы, который на народе отмечали 27 октября, обрастал приметами, связанными с предсказанием погоды и будущего урожая. Люди, зависящие от природы и ее капризов, старались найти знаки в окружающем мире, чтобы лучше понять, что их ждет в ближайшие месяцы. В этот день внимательно присматривались к следам лошадиных копыт на земле. Если они быстро наполнялись водой, это означало, что дождливая осень вскоре уступит место зиме. Не больше месяца оставалось и до первых морозов и снегопадов. Простое наблюдение давало крестьянам точное понимание того, когда начинать готовиться к холодам, к тяжелым, но неотъемлемым зимним работам. Кроме отпечатков копыт, к погоду можно было предсказать и по другим приметам. Если в день Пороскевы не было дождей, но дул сильный ветер, это считалось неблагоприятным знаком. Сильный ветер в этот день предсказывал скромный урожай на следующий год. И крестьяне принимали это как призыв быть экономнее, не тратить запасы зря. Они верили, что ветер, уносящий осеннюю сырость, забирает с собой и плодородие земли. Увидеть в это время кричащих ворон означало другое – приближающееся потепление. Считалось, что птицы, чувствуя изменения погоды, предвещали временное улучшение и возвращение тепла, как небольшая передышка перед наступлением холодов. Не только приметы и погода привлекали внимание в этот день. 27 октября праздновали именины Игнатия, Кузьмы, Максимилиана, Михаила, Назара, Николая, Петра и Просковьи. Это был день, когда именинникам приписывали особые черты характера, тесно связанные с народными представлениями о людях, рожденных в этот период. Считалось, что такие люди отличались решительностью и расчетливостью. У них была развита интуиция и внутренняя сила, властные, порой немного суровые, они могли терять контроль над эмоциями и потом жалеть об этом. Сама дата и ее мистический ореол, возможно, влияли на такие качества, ведь рожденные в день, когда природа особенно сурова, будто перенимали ее силу и упорство. 27 октября, в день Святой Пороскевы, существовали особые правила и обычаи, которые помогали защитить дом от негативной энергии и сохранить уют. В этот день особенно важно было избегать конфликтов с семьей. Считалось, что даже мелкие ссоры могут оставить тяжелый отпечаток на энергетике дома, привлекая неудачи и тревоги. Если с утра возникали недоразумения, то, согласно народным приметам, следовало остановиться, извиниться и не продолжать спор. Это был день, когда важно было поддерживать мир, ведь семейное согласие считалось мощной защитой для дома. Еще одной важной приметой дня была особая уборка. В день Пороскевы, грязнухи было принято очищать дом не только физически, но и духовно. Женщины открывали окна, выметали из дома всю пыль и старались избавиться от лишних вещей. В этом процессе важно было произнести слова благодарности за пройденный год и мысленно пожелать дому и семье здоровья и благополучия. Очищение дома, особенно накануне зимы, символизировало обновление, уход от ненужного, накопленного за лето и подготовку к новому этапу. Считалось, что дом после такой уборки обретает новую силу, защищая всех его обитателей от болезней и невзгод. Согласно поверьям, 27 октября было не лучшим днем для перемещений и перестановок в доме. Пристановка мебели в этот день могла нарушить естественный порядок вещей, создать хаос в семейных делах и привлечь непредсказуемые изменения. Люди старались не менять в доме ничего глобального, а вместо этого сосредотачивались на сохранении уюта и покоя. Если же в дом приходил гость, его обязательно угощали хлебом и солью, чтобы утвердить благополучие и тепло в семье. В народных традициях день Пороскевы также связывали с заботой о здоровье. Считалось, что на Пороскеву грязнуху природа сама подсказывает, как избежать болезней и укрепить здоровье. Одной из важных примет было отсутствие шума и громких разговоров в этот день. Верили, что излишний шум может разбудить болезни и привлечь слабость. С этой же целью старались избегать смеха и громких разговоров. Ведь согласно приметам, смех на Пороскеву может привлечь слезы и печаль в будущем. Это был день, когда здоровье нужно было оберегать молчанием и спокойствием. Традиционно в этот день не рекомендовалось выходить на улицу без теплой одежды, даже если погода казалась мягкой. Считалось, что внезапный холод даже в теплый день может стать причиной болезни, а иммунитет лучше беречь заранее. Женщины, особенно беременные, должны были воздержаться от любых манипуляций с волосами. Стрижка или даже расчесывание считались неблагоприятными действиями, которые могли ослабить здоровье. Волосы в народных поверьях символизировали связь с энергией Земли, и любое вмешательство в этот день могло лишить человека защиты и сделать его уязвимым для болезней. 27 октября был днем, когда особое внимание уделяли и финансовому благополучию. В этот день существовали свои правила, соблюдение которых помогало сохранить и приумножить деньги в семье. Важно было избегать любых крупных трат. Считалось, что деньги, потраченные на Параскеву, утекут из дома и будут сложно восполнимы. Поэтому старались ограничиваться только необходимыми покупками, откладывая крупные расходы на другой день. Также существовала и примета, если в этот день отдать долг, деньги будут возвращаться медленно и неохотно. Поэтому возвращение долгов откладывали до следующего дня, чтобы не закрыть денежный поток. Верили, что деньги, которые остаются в доме на Параскеву, как бы прирастают к нему и дом в будущем будет защищен от финансовых потерь. Если в этот день дарили что-то из еды, то в ответ следовало дать мелочь. Считалось, что это поможет укрепить денежные потоки. Кроме того, в день Параскевы было принято делать маленькие пожертвования. А дать что-то из еды нуждающимся, дать милостыню или поддержать добрым словом. Это укрепляло финансовую защиту и привлекало удачу. Верили, что добрые дела, сделанные в этот день, вернутся стариться и помогут избежать бедности. Праздник Параскевы-Грязнухи, отмечаемый 27 октября, связан с народными традициями, верованиями и определенными запретами, соблюдение которых считалось обязательным. Этот день был важен для крестьянского быта, поэтому люди старались вести себя особенно осторожно, чтобы не накликать беду и сохранить благополучие. Считалось, что в день Параскевы-Грязнухи нужно избегать всего, что может привлечь неприятности, болезни и трудности в жизни. Вот основные запреты, которые по народным приметам помогут сохранить гармонию и уберечься от невзгод. В этот день запрещалось громко смеяться и вести себя шумно. Смех, хоть и ассоциируется с радостью, на Параскеву считался призывом к несчастьям. По народным поверьям, громкий смех мог привлечь слезы, болезни и неудачи, поэтому в этот день люди старались говорить тише и избегать громких разговоров и смеха. Тишина и спокойное настроение воспринимались как залог того, что все беды и проблемы обойдут стороной. Этот запрет напоминал, что чрезмерные эмоции могут сбить естественный ход дня и нарушить его энергетику, привлекая ненужное в жизнь. Старые приметы запрещали отправляться и в дальний путь. Считалось, что любые поездки, особенно долгие, не принесут удачи и помогут обернуться неприятными произошедствиями или трудностями. В день Параскевы лучше было остаться дома, а не отправляться в путь, если на то не было крайней необходимости. Люди верили, что путешествия в этот день могут принести преграды, сделать путь тяжелым и полным трудностей. Путешественники старались отложить свои дела на другой день, понимая, что в день Параскевы лучше оставаться ближе к дому и к очагу. Запрещалось в этот день и заниматься рукоделием, вязанием, шитьем, вышивкой. По народным приметам, любое рукоделие в этот день могло принести неприятности и даже болезни. Исключением был только лен, который можно было трепать, готовый его для дальнейшего использования. Это был такой своеобразный ритуальный и трудоемкий процесс, связанный с началом работы на зиму. Все остальное рукоделие попадало под запреты. Люди считали, что любое нарушение может привести к бедам, накликов проблемы. Особенно важно было соблюдать этот запрет женщинам, которые могли работать с тканями и нитями. Нарушение этого правила воспринималось как неуважение к святым традициям. Особое значение имел запрет на стрижки и любые манипуляции с волосами. В старину считалось, что на Параскеву нельзя стричься и делать новую прическу. Беременным женщинам даже не разрешалось расчесывать волосы. По народному поверью, это могло ослабить здоровье будущего ребенка и принести матери беду. Люди относились к этому запрету с большим уважением. Считают, что волосы связаны с жизненной силой. И любое вмешательство в этот день могло привлечь болезни и ослабление здоровья. Еще одна важная народная примета этого дня касалась того, чтобы не купать детей. В старину верили, что вода в этот день обладает особой силой, но купание может сделать ребенка уязвимым перед болезнями. По поверью, любая попытка купать ребенка на Параскеву грязнуху могла ослабить его здоровье. Поэтому родители старались отложить банные процедуры. К тому же бытовало поверье, что в этот день нельзя прясть, иначе можно было рано лишиться зрения. Считало, что работа с пряжей могла навредить зрению, лишить человека возможности ясно видеть и ослабить его жизненную силу. Этот запрет соблюдали особенно строго, понимая, что труд в этот день должен быть минимальным. Интересным в этот день считался обычай, связанный с женщинами и их пожеланием в этот день. Их положением в этот день женщинам не рекомендовалось заниматься тяжелым трудом, ведь это по народным верованиям могло привлечь проблемы и неудачи. В этот день им лучше было проводить время в спокойствии, не нагружая с себя лишней работы. Еще одно правило гласило, что вечером женщины лучше отправиться на прогулку, чтобы не оставаться дома. Народе верили, что вечерняя прогулка может прогнать беды и проблемы, а если женщина останется дома, ее могут ждать трудности, связанные с финансами или семейными делами. Наряжаться и отправляться на улицу считалось ритуалом, который помогал избежать любых невзгод. Также следовало в этот день вести себя спокойно и избегать любого шума. Громкий смех, шумные разговоры – все это могло в этот день привлечь негатив, и люди стремились провести день в тишине и гармонии. Те, кто нарушал этот запрет, могли столкнуться с неприятностями, поэтому излишние эмоции старались оставить на другой день. Поездки, важные дела и встречи тоже откладывались. Начинать новые проекты или заключать договоренности не рекомендовалось, ведь считалось, что начинания в этот день могут обернуться разочарованиями и не принесут ожидаемого успеха. Пороскева-грязнуха была днем, когда все действия требовали обдуманности, спокойствия и особого настроя.